всем привет мы продолжаем изучение программы adobe illustrator и сегодня я расскажу как работать с инструментом перо создадим новый документ не будем никакие настройки менять оставим те которые нам предлагает сама программа нажимаем кнопочку создать как видите у меня поменялась рабочая среда я выбрала основные классические настройки здесь напоминаю что мы можем менять рабочую среду для этого нас стояла основные настройки мы выбрали основные классические настройки теперь выберем инструмент перо он находится вот здесь горячая клавиша и давайте с помощью этого инструмента создадим окружность ставим точку в начало нашей окружности и видим что у нас появляется вот такой луч который ведет нашу следующую точку зажимаем снова левую клавишу мышки и начинаем оттягивать у нас появляются вот такие усики которые помогают нам искривлять нашу линию ставим сюда сюда еще одну точку тоже вытягиваем усики сюда вытягиваем и завершаем нашу окружность она получилась немного неровная но ничего страшного любой любой объект который мы создали инструментом пирог мы можем менять если мы выберем вот этот инструмент прямое выделение горячая клавиша и и можем выбирать точку которую нам необходимо изменить например вот эту мы можем вытянуть усики еще дальше можем подвинуть нашу точку чтобы наша окружность более походила на окружность что еще мы можем сделать мы можем так как мы создали четыре точки можем добавить новые точки например можем это сделать с помощью инструментов здесь выбрать перо плюс либо просто горячей клавиши плюс выбрать этот инструмент и куда мы не кликнем на наши кривой там появится новая точка также мы можем удалять лишние точки выбрать инструмент перо минус либо горячая клавиша минус и если мы щелкнем по какой-либо опорной точке она исчезнет давайте снова выберем инструмент перо горячая клавиша пи видите у нас такая звездочка появилась вместо минуса и нарисую сердечко создали первую точку смотрите если мы будем вытягивать оба усика то сердечко у нас получится такое все наши линии будут округляться мы можем так делать например смотрите я если мы выберем инструмент прямое выделение или клавиша и горячая и отредактира с помощью этой функции наш объект можем сделать конечно же то сердечко которое нам нужно так создать и чтобы вот здесь убрать окружность мы выберем инструмент опорная точка shift c и щелкнем вот здесь чтобы наши усики исчезли и создался угол снова нажимаем клавишу и инструмент прямое выделение и немножечко отредактируем еще подправим чуть-чуть также точки можно двигать с помощью стрелочек если мы выбрали какую-то опорную точку выбираем стрелочки на клавиатуре и она двигается вот мы нарисовали такое сердечко можно еще немножечко подправить например если мы хотим какие-то выбрать две точки чтобы они располагались на одной высоте зажимаем клавишу shift выбираем точки которые нам нужны вот две выделилась и здесь у нас есть инструменты выравнивание вот есть вертикальное выравнивание и они все стали на одной прямой теперь мы можем немножечко подвинуть направляющие усики и давайте вот эти выберем чтобы расположить их на одной вертикали так и у нас получилось вот такое сердечко можем залить его цветом и убрать обводку выбираем вот здесь вот обводку чтобы она стала поверх заливки и нажимаем перечеркнутый квадратик все у нас получилось сердечко но если мы не хотим создавать круглые все углы чтобы не применять инструмент опорная точка которую мы применили вот здесь можно делать следующим образом выбираем инструмент перо создаем точку вытягиваем ее создаем еще одну вытянули как нам нужно и теперь зажимаем клавишу alt и у нас двигается только один усик то есть мы создаем вот такую опорную точку здесь вытягиваем и вот сюда таким образом мы создали сразу угол который нам нужен с помощью клавиши alt самый лучший способ потренироваться с инструментом перо это найти какую-нибудь картинку например кляксы какой-нибудь и попытаться ее отрисовать в иллюстраторе также есть одна интересная игра сейчас вам ее покажу вот она ссылочку оставлю в описании и можно здесь тренироваться пользоваться пером то есть без е называется где-то каких-то программ каких-то перо то есть вот у нас показан один элемент и нам нужно его нарисовать ставим точку введем еще одну точку и сюда как только вы справились с первым этапом вам уже следующий идет немножечко посложнее кстати чтобы рисовать углы прямые и чтобы вот эта линия тоже была прямой достаточно просто кликать с левой клавишей мыши на тех узлах которые нам нужны то же самое касается иллюстратора не вытягивать никакие усики вот просто так справились одним заданием нам еще сложнее дается и так будет дальше пока вы не пройдете все задания очень интересно обязательно попробуйте а на этом урок я закончу до новых встреч в новых видео всем пока друзья если мои ролики для вас полезны пожалуйста не жалейте лайков пишите комментарии нажимайте на колокольчик чтобы получать оповещение о выходе новых роликов это помогает мне понять что мои видео полезны их смотрят и по ним учатся соответственно и я записываю видео больше делаю их интереснее выкладываю чаще обратная связь всегда мотивирует а если вы сделаете репост моих видео в контакте в фейсбуке и в любых других социальных сетях я буду вам безмерно благодарна кстати я есть еще и в инстаграм ссылку на аккаунт вы можете найти под любым видео или в описании к профилю пишите мне задавайте вопросы я всегда буду рада пока до новых встреч в новых видео там сзади еще паломники идут это помогает мне всегда звук давай камера да саша не смотри до новых встреч в новых видео